Стюарт Каминский Смерть букиниста Когда я вошёл в книжный магазин, Мартин Кифер стоял за деревянной конторкой. Редеющие пряди чёрных волос прикрывали плеж. Подтяжки, синяя рабочая рубашка, небольшой животик. Словом, типичный американский букинист, у которого на каждый случай была приготовлена соответствующая цитата из книг известных писателей. Несколько минут тому назад, минуло девять часов, пришло время закрываться. Но Кифер всегда оставался до половины десятого. Я знал о Кифере многое, поскольку проводил долгие часы в этой убогой ловчонке, где царил за стоялый запах старой кожи и пожелтевших страниц. Он неохотно посмотрел на меня поверх оправы бифокальных очков, оторвавшись от своего любимого занятия — чтения томика стихов. На его физиономе отражался полный набор привычных для него чувств — подозрения, неприязнь и раздражение. Когда я закрыл за собой дверь, Кифер лишь покачал головой и снова уставился в книгу. Услышав, как щелкнул замок, он досадливо вздохнул. — Твоя мать говорит, чтобы тебе дали роль в какой-то постановке в Акроне. — В Детройте, — ответил я. — И пока еще не дали, только собираются. — У меня был тяжелый день, Бертон, и я не расположен к разговорам на темы, чем ты мне обязан или как ты относишься к Луизе. Кифер снял очки, потер нос, опять выдрузил очки и, подняв глаза, увидел в моей руке револьвер. Отложив книгу, он склонился над конторкой и стал что-то писать на желтом листе бумаги. — У меня револьвер, — сказал я. — Вижу, — он продолжал писать. — Я уже выключил кофеварку, но на чашку там, должно быть, еще осталось. Налей и убирайся. — Как ты думаешь, почему я пришел? — Кифер хмыкнул. — Можешь ли ты хоть на секунду, интереса ради, представить, что я — это он? — Он? — переспросил Кифер с тяжелым вздохом, который должен был дать мне знать, насколько ему противно мое надоедливое присутствие. — Убийца книга торговцев, — уточнил я, подходя ближе. — Нет, не могу. Даже на секунду. Он кончил писать и посмотрел на меня. Два книга торговца, владельца небольших книжных лавок, специализировавшихся на том, что они называли «раритетами», были застрелены на прошлой неделе. Это я убил их. — Велинский и Томаса! — Кифер лишь хмыкнул, намекая, что детские фантазии его пасынка не заслуживают даже насмешки. Велинский весил не больше ста двадцати фунтов. Мне пришлось подойти к нему вплотную, чтобы уложить с первого же выстрела. Я сделал еще шаг. В трибюн говорилось, что ему было восемьдесят два года, но выглядел он не старше восьмидесяти. А вот Томас, как мишень, был покрупнее, застал его во время ланча, когда он расправлялся со своим буррито. И стой я к нему вплотную, как к Велинске, меня бы забрызгало вареными бобами. — У тебя какое-то мрачное чувство юмора, — сказал Кифер. — Насколько я понимаю, кофе ты не хочешь. — Так что выключи свет и закрой за собой дверь. Теперь я стоял от него в нескольких футах и не сводил с него глаз. Люди, видевшие нас вместе, считали, что мы — отец и сын. На то были свои резоны. Кифер в самом деле был похож на моего покойного отца, и я не сомневаюсь, что поэтому Луиза и вышла за него замуж. — Я придерживаюсь определенного порядка действий, — произнес я. Велинский был утром, Тома с днем, а ты будешь вечером. В каждом случае другое оружие. Следующая жертва расстанется с жизнью в полночь. Я наметил Фрэнсис Фонсеку. — Что ты думаешь? Кифер отошел от конторки и снял с вешалки мятый серый пиджак и потрепанную широкополую шляпу. Он утверждал, что в свое время эта вешалка принадлежала Вильяму Дину Хоуэлу. — Женщину! — переспросил он. — Нарушая свою систему! — В этом-то и есть вся прелесть, — сказал я, наблюдая, как он натягивает пиджак. — В вариантах системы. — И с чем же ты выступишь на бис? — Ни с чем. Она будет последней. Я убил их, лишь чтобы прикончить себя и остаться вне подозрений. Кифер оцепенел и уставился на меня. На этот раз в его взгляде не было презрения. В детективной литературе встречаются такого рода ситуации. — Эд Макбейн, Уильям Байер, Ардит в литературе, — прервал я. Но не в жизни. — Иди домой, Бертон, нам больше не о чем говорить. Кифер обошел конторку и глянул на дверь у меня за спиной. Торговая площадь была пуста. — Я пришел не разговаривать. Я пришел, чтобы убить тебя. Я вскинул револьвер и сделал шаг назад, преграждая ему путь к дверям. Этого не избежать, как нельзя остановить время. Я или убью тебя, или вечно буду страдать от унижения. — Это же... — он попятился. — Убирайся отсюда! Немедленно! — Слишком поздно. Кифер схватил стопку книг, лежавших в корзинке слева от него, и прижал ее к груди. Я тщательно прицелился. Он невольно помог мне, застыв на месте. И выстрелил. Кифер рухнул навзничь. Шляпа отлетела в сторону, а Роберт Форстер лег на бродячую луну. Я подошел к дверям и щелкнул выключателем. Свет фонарей с торговой площади пробивался сквозь окна. Кифер издал неприятный звук, напоминающий гагатанье Даффи Дакка. Подойдя, я опустился на колени, взял зажатые у него в руках книги и застыл в ожидании. Я испытывал большое желание всадить в него еще одну пулю, но мне не хотелось поднимать излишнего шума и тем более нарушать порядок действий. Понимаете ли, я не убивал ни Велински, ни Томаса, но их убийства вдохновили меня. И если тот, кто прикончил их в ближайшее время, не даст о себе знать, мне в самом деле придется застрелить Фрэнсис Фонсеку. Я стоял на коленях рядом с Кифером, пока окончательно не убедился, что он мертв. Меня поразило, до чего легко оказалось отправить его в мир иной. Все шло как на репетиции, когда все действия совершаются предписанным порядком, разве что с небольшими изменениями, которые необходимо вносить в последнюю минуту. На деле же все было куда проще. Я спланировал свои действия, отрепетировал их, подготовился, и вот все кончено. Тридцать лет Мартин Кифер издевался над моей матерью, высмеивал ее и обкрадывал. Она вступила в этот брак молодой вдовой с десятилетним сыном на руках и постепенно превратилась в запуганное одинокое существо. Мой отец оставил матери более чем приличное состояние, и я надеялся, что смогу целиком отдаться своему призванию, вместо того, чтобы торговать обувью. Но с каждым годом коллекция Кифера росла, счет матери и ее решимость съеживались и уменьшались, а мой талант перестал расти и развиваться. — Я счастлив, что рассчитался с тобой, приятель Джонни. В лучших традициях Марлона Брандо прошептал я над трупом Кифера. — Я же актер. Вынув из кармана пластиковый мешок, я кинул в него четыре книги вместе с револьвером и поднялся. Спокойно, еще спокойнее. Близится конец первого действия. Занавес, аплодисменты. Заинтересованность. Разговоры за кофе и сигаретами во время антракта. — Разве этот молодой человек, Бертон Тайлер, не восхитителен? Просто молодой Джеймс Стюарт. — Уже далеко не так молод, — подумал я. Немало воды утекло. Я тащил тело Кифера за конторку и нагнулся к телефону. Из-за недостатка света мне пришлось чуть ли не уткнуться носом в него, набирая номер Луизы. Она сняла трубку после третьего звонка. — Алло? В ее голосе было отчаянное желание, чтобы на другом конце линии никого не оказалось. — Привет, Луиза! — весело сказал я. Чистый Гэри Грант. Это я, Бертон. — Мой сын? — Он самый. Утром я выезжаю из Детройта. — Это прекрасно. Будь осторожен за рулем. — По приезде я хочу поговорить с тобой и Кифером. — Не думаю, что это хорошая мысль. — Я буду сплошное очарование. Предупреди его, что я приезжаю. Спокойной ночи, Луиза. Что ж, могло быть и хуже. Большую часть ночи мне придется добираться до Детройта, и на сон останется лишь час-другой. Я рассчитаюсь в мотеле и двинусь в обратный путь в тот же час, когда Карин, помощница Кифера, уже точно обнаружит его тело. В полой рубашке я вытер телефонную трубку и встал, бросив последний взгляд на Кифера, который сейчас напоминал марионетку из постановки «О, наш папа, бедный папа», что играл в Кенуша в 1981 году. Он стоял за дверью, вглядываясь в темноту за стеклянной панелью. Увидев меня, постучал. — Закрыто! — сказал я хриплым голосом Кифера. — Очень важно! — ответил человек, стараясь рассмотреть меня. Выйти из магазина можно было только через эту дверь, и я должен был заставить его убраться. — Завтра! — сказал я. — Всего минуту, — взмолился он. — Только спросить. — Спрашивайте. — Вы, Мартин Кифер? — Да. — Уже поздно, я не могу кричать из-за двери. Уделите мне всего минуту! — Дерьмо, 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 проклятие! — Ну ладно! Ты актер, тогда кажи свое умение! Нагнувшись, я нащупал шляпу Кифера, нахлобучил ее на глаза и сдвинул очки на кончик носа, чтобы смотреть поверх них. Я наблюдал за Мартином Кифером тридцать лет, и уж сыграть-то его смогу легко. Прихватив мешочек с книгами, я сутулился и направился к дверям. — Прошу прощения, что так поздно! — сказал человек, когда я впустил его. — Вы опоздали! — устало произнес я. — Приходите утром! — Мне всего лишь взять несколько книг, плачу наличными, утром я никак не могу! Он был примерно моих лет, может, на год-другой моложе, этакий невысокий тип в элегантном костюме и с папкой в руках. — Послушайте! — сказал я, изо всех сил стараясь изображать Кифера. — У меня был длинный, тяжелый день. На аукционе я упустил из рук полное собрание Кларенса Мулдорфа, и кто-то утащил у меня из-под носа дело об убийстве епископа. Я не припоминаю, чтобы вы звонили или о какой книге шла речь. — Вы говорили, что у вас есть первоиздание с автографами, мне нужен подарок для матери, — объяснил он. — У нее день рождения. — Сегодня вечером. — Оставайтесь на месте, — сказал я, тыкая в него пальцем, чтобы ему не пришло в голову зайти ко мне за конторку. Кивнув, он уставился на меня. Я перешагнул через труб Кифера и направился к шкафу с раритетами. Он был закрыт. Опустившись на колени, я пошарил в карманах Кифера и нашел связку ключей. Поднявшись, увидел, что посетитель сдвинулся с места, но ненамного. На кольце был только один ключ, подходящий к замку шкафа. Нащупав его, я открыл дверцу. — Я ценю ваше внимание, — сказал он. Что-то бурхнув, я вытащил несколько книг. — Могу ли я включить? — Нет, — остановил я его, когда он направился к выключателю. — Я не хочу больше визитов клиентов и весь свой товар помню наизусть. Открыв первую книгу, я прищурился и прочел, «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Подписано для Сигарет, Дейл Карнеги. — Нет, — сказал он. — Остров пингвинов, Анатоль Франц. Убийство Роджера Эйкрода, Агат Кристи. — Прекрасно. — Берете? — Нет, я хочу выяснить, что у вас есть, и потом решу. Я назвал ему Филиппа Уайли, Аниту Лоос, Фила Рицуту, Эдну Бест и Уилла Каппи, пока, наконец, не добрался до Пейтон Плейс, Грейс Металлиус. — Как она надписана? — Джаржетти от Грейс, — прочел я. — Беру, — сказал он, подходя к конторке. — Сколько? — Сто четыре доллара. — Будь он на пару дюймов повыше и повнимательнее, он бы увидел труп Кифера. — Вы принимаете карточки Мастеркард? — Нет. — А на витрине сказано, машина поломалась. — Неважно, — произнес человек. — Через пару минут она не будет вас волновать. Он вытащил из папки очень большой револьвер и прицелился в меня. Я нырнул за древний кассовый аппарат, который, по словам Кифера, когда-то принадлежал О'Генри. На летчика сотрясала дрожь, а Дула смотрела точно в ту же точку, куда я сам всадил пулю Киферу. — Выходите оттуда. — Деньги в... — Денег у меня хватает, — оборвал он меня. — Вы знаете, кто я такой? — Нет. — Меня зовут Джек Джионетти. То, что он назвался, было зловещим признаком. — Я плохо запоминаю имена, — признался я. — Вы будете третьим. — Выходите оттуда и пошевеливайтесь. — Черт возьми, вы делаете ошибку, я не Мартин Кифер. Я снял шляпу. — Смотрите, я не Кифер. Кифер старше, я соврал вам. — Меня это не волнует. Вы продаете книги. Я ненавижу книги и тех, кто ими торгует. — Выбирайтесь оттуда, — заорал он. — И немедленно. — Подождите, я тоже ненавижу книги. Посмотрите, вот в этом пакете. Я вам покажу. Вот. Одной рукой я вытащил том, наши сердца были молодыми и веселыми, а другой вцепился в рукоятку револьвера, покоящегося в пакете. Мужчина осторожно взял у меня книгу и поднял повыше, чтобы рассмотреть. — Вы расстреливаете книги? — Я их ненавижу, — сказал я, вытаскивая еще два тома в твердых обложках. Я дал ему понять, что он может зайти за конторку, и Джон Эдти, предусмотрительно не опуская револьвера, который продолжал подрагивать, сделал шаг вперед. Я отошел, потянув с собой на край конторки пластиковый мешок, а он, наклонившись, уставился на труп Кифера. — Вот это и есть Кифер. — Вы его застрелили? — Как и книги. — Почему? — Это был хороший вопрос. — Некоторые чувства и эмоции носят слишком личный характер, чтобы говорить о них, — объяснил я. В маленькой комнатке на задах магазина громко звякнул будильник. — И мы оба оказались в одном и том же месте, — с подозрением сказал Джон Эдти. — В городе не так много букинистических лавок. — Кроме этой еще три. — Вы, должно быть, имеете в виду заведение Маклина? В нем торгуют нераспроданными остатками тиражей. — Большое яркое помещение. Семейный бизнес. — Значит, два. Я вам верю, но все же мне придется убить вас. Вы просто сумасшедший. И кроме того, вы знаете мое имя. Если вас поймают... — Где он? — Что? — Револьвер, из которого вы его пристрелили. — Да вот он, — сказал я, вынимая револьвер из пакета и наводя на него. На этом мы могли бы и покончить. Я был бы только рад, если бы он убрался во своясе. Джон Эдти выстрелил, когда я сместился вправо, переступив через тело кифера. Мне показалось, что я получил удар ломом в грудь. Свалившись рядом с кифером, я тоже выстрелил. Окно разлетелось в дребезге. Джек Джон Эдти ответил очередным выстрелом, но я уже был в темноте за полками. Его пуля врезалась в тело кифера, и я увидел, как труп удивленно дернулся, и, проваливаясь в темноту, я продолжал раз за разом нажимать курок. Спустя двое суток я пришел в себя в больничной палате. В моей груди по-прежнему торчал тот самый лом, который забыли вынуть. Я попытался сделать вдох. — Дышите спокойнее, полной грудью, — услышал я незнакомый женский голос. Я подчинился. Чернильная тьма стала медленно расплываться, и, наконец, я открыл глаза. На стуле рядом с кроватью сидела мать в парадном платье с красными розами, а надо мной склонилась медсестра в белом халате, пухленькая блондинка с симпатичным круглым лицом. За ее спиной, прислонясь к стене, стоял какой-то мужчина. Его коричневый костюм явно нуждался в утюге, а подбор галстука заслуживал самого серьезного осуждения. Покусывая ногти, он внимательно изучал результаты своих стараний, после чего равнодушно посмотрел на меня. Он был копом. Я закрыл глаза. — Мартин мертв, мой дорогой мальчик, — радостно сообщила мать. — Великолепно, — сказал я и быстро поправился, пробормотав, — мне очень жаль. Когда я снова открыл глаза, матери и медсестры уже не было. Коп на этот раз сидел на стуле у стены. — Вы убийца, — сказал он. — Выстрел во тьме. Была в прошлом году такая постановка. И вы играли в ней убийцу. Встав, он подал мне стакан с торчащей в ней соломинкой. Я сделал глоток. — Болит, — простонал я, отставляя стакан. Я его не убивал. Он поставил стакан на столик. В палате пахло спиртом. — В пьесе, — прохрепел я. Я был дворецким, а не убийцей. — Моя фамилия Берман. Вы ранены в грудь, пробита легкая. Вам повезло. — Джунетти. — Мертв. Вы знали, как его зовут? Он мне сказал. — У меня есть брат, который хочет стать актером. Ему под пятьдесят. У него хороший бизнес. Сдает в аренду мусороуборочные машины на шестнадцатой стрит. Дело идет как надо, но вы же знаете, как это бывает, когда в голову что-то втемяшится. Хочу стать писателем, актером, воздушным акробатом. Я кивнул. — Хотите рассказать, что там случилось? — Он вошел в магазин моего отчима. Тихо сказал я, изображая пациента, который только приходит в себя. Назвался и сказал, что он убил двух других. Начал стрелять. Мой отчим только что купил револьвер, узнав о гибели двух других букинистов. Он как раз показывал его мне. Я схватил его, прицелился в Джунетти. Вот и все. Помявшись, Байрман вытащил из кармана диктофон. — Не против? Я кивнул, и он включил его. — Звали его не Джунетти. Он соврал. Только не спрашивайте меня, почему. Его звали Кларк Симонсон. В доме у него была целая коллекция огнестрельного оружия, включая ту, из которого он убил двух других торговцев. Детей нет. Жена умерла. И у него был книжный магазин в Клевленде. Год тому назад он на чем-то свихнулся. — Подробности неизвестны. — Странно, — сказал я. — Мне доводилось слышать еще более странные вещи. Ваша матушка сказала, что вы звонили ей из Детройта примерно за час до того, как Симонсон стрелял в вас и Кифера. Звонил ей из магазина. — Вы остановились в мотеле в Детройте и не собирались покидать его до завтрашнего дня. Ключи были у вас в кармане. — Позвонил Мартин, мой отчим. Сказал, что хочет поговорить о Луизе, моей матери. Будьте любезны, дайте попить. Он исполнил мою просьбу. Вода была тепловатой. — Он сказал, что дело не терпит отлагательства, — продолжил я. И я предполагал, поговорив с матерью, возвратиться в Детройт. Мне там обещают роль. В тропе Кифера нашли две пули. Одна из револьвера Симонсона. Вторая из вашего. Не из моего, а из револьвера Мартина. Должно быть, я попал в него, когда в темноте стрелял в Симонсона. Ужасно. Коронер говорит, что Кифер был убит выстрелом из вашего револьвера. Он был уже мертв, когда Симонсон стрелял в него. Да и в любом случае пуля попала в руку и не могла убить его. Я закрыл ладонью глаза и издал скорбный стон. Я убил Мартина, о господи, я убил его. Мне тоже так сдается, — согласился Берман. То есть он не был мертв, когда Джон Этти... Симонсон, — поправил Берман. Раньше я никогда в жизни не стрелял из револьвера, — схлипнул я. Книги. Кто-то прострелил четыре книги. Они лежали на конторке. И на одной из них была кровь Кифера. Я удивленно уставился на него. Луиза говорит, что вы не ладили с Кифером. Чего это вдруг вы сорвались с места, стоило ему позвонить? Из-за матери. Он сказал, что это спешно. Речь пойдет о Луизе. У Кифера не было разрешения на оружие. Почему он купил его незаконным образом? Понятия не имею. Он боялся? Берд, — сказал Берман и со вздохом поднялся. Я бы хотел дать вам кое-какой совет. Ваша история. Сплошное дерьмо. Я думаю, вам потребуется хороший адвокат. Мне тоже так кажется, — согласился я. Сунув диктофон в карман, он направился к дверям, но остановился. Ещё один вопрос. Ничего общего с этим делом. Какую именно? Мой брат немного смахивает на вас. Как называется та пьеса, где вам собираются дать роли в Детройте? Стюарт Каминский. Смерть букьяниста. Рассказ читал Олег Булдаков. Рассказ читал Олег Булдаков. Рассказ читал Олег Булдаков.